всем привет продолжаем гулять по петербургу марата 63 особняк зигеля архитекторы китнер год постройки 1888 1890 стиль не в ренессанс егель приобретает участок между улицами марата достоевского решает застроить территорию жилыми и производственными зданиями которые в тот период становились самым востребованным в петербурге промышленность развивалась городу требовали заводы фабрики мануфактуры курс зигель был купцом второй гильдии и предпринимателем новой формации из тех кто готов к новациям риску делает бизнес с размахом зигель выполнял самые разнообразные заказы пример осуществил в 1904 году отопление билетажа екатеринского дворца был связан работой с екатеринодаром и не побоялся сделать инвестиции в телефонную связь города ростов-на-дону на участке бывших огородов а здесь были огороды даже как-то интересно да марат на огороды репка росла так вот на участке бывших огородов купчихи сидоровы 1877 году архитектор иероним китнер проектирует здание механического завода сопутствующими постройками и личный особняк зигеля особняк был выстроен китером из кирпича и тесаного камня красно-белый особняк имеет живописную асимметричную композицию с богатой пластической проработкой фасада экстерьер особняка насыщен деталями решетки репные карнизы масонский символ треугольник измеритель чуть ниже буква с вензель курты зигеля к сожалению во время ремонта фасадов кирпичная кладка и камень были выкрашены из-за чего здание во многом утратило свою привлекательность но в общем она очень красиво конечно смотрится выделяется на улице марата в 1917 году завод зигеля был национализирован получил название гидравлика и жил он усович лев миниевич 1888 года рождения национальность евреи осудивший орган комиссии нквд и прокуратуры ссср статья 58 6 1 3 вот пожалуй все что мне удалось найти со на сайте сети волос сети по улице марата 63 пока пока до свидания всего хорошего